Разъяснение о рукопожатии и вставании По единогласному мнению учёных, рукопожатие является сунной. О его ценности пророк, алей-иссаляту ассалям, сказал «Нет двух мусульман, которые, встретившись, пожали бы друг другу руки, без того, чтобы им простились грехи, пока они не разошлись». В хадисе, переданном от Ата ибн Абдуллаха аль-Хурасиний, говорится «Пророк, саллиллаху алей-иссаляма, сказал мне Вы пожимаете друг другу руки, и уйдут из ваших сердец скрытая неприязнь, злоба и недоброжелательность. Дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга, а враждебность между вами уйдёт». Пожимать руки является сунной при каждой встрече, как прибывшим из путешествия, так и всем остальным. Также является сунной вместе с пожатием рук с радостью и улыбкой на лице, красивыми словами, молитв Всевышнего Аллаха о прощении грехов. Вот один из хадисов, в котором говорится об этом. От сподвижника по имени Абузар, да будет доволен им Аллах, передали «Пророк, саллиллаху алей-иссаляма, сказал мне, когда два мусульманина, встретившись, пожимают друг другу руки и ведут между собой речь с любовью и наставлением, с них спадают бывшие между ними грехи». То есть эти грехи смываются. В другой версии говорится, что если они пожмут друг другу руки, воздадут хвалу Всевышнему Аллаху и попросят прощения грехов, то им обоим прощаются грехи. В другом хадисе, переданном от Анаса, да будет доволен им Аллах, говорится, «Когда два раба, любящих друг друга, не ради мирского, а только ради Всевышнего Аллаха, встречаются, пожимают друг другу руки и благословляют пророка алей-иссаляту ассалям, то прежде чем они разойдутся, им прощаются прошедшие и будущие грехи, то есть их уберегут от последующих грехов». От Анаса, да будет доволен им Аллах, ещё передали. Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Пророк, саллиллаху алей-иссалям, не пожал никому руку, не сказав, «Уму и Аллах, дай нам всё хорошее в этой жизни и в Ахирате, и убереги нас от адских мук». Что касается почтения подошедшего человека вставанием, то это является сунной в том случае, когда в этом человеке есть явные достоинства, то есть он является учёным, познавшим Аллаха, шейхом, просто хорошим религиозным человеком, родственником, старшим по возрасту и тому подобное, но не на показ и не ради его богатства или других подобных причин. Вставать можно из-за хороших качеств этого человека, проявляя уважение к нему и только ради Всевышнего Аллаха.